Вот такое обучение организовано у нас в Белгородской области впервые. Я думаю, в России тоже нет такого вида обучения. На текущий момент в регионе зарегистрировано около 1900 НКО. Для их нужд в области работает 15 ресурсных центров. Но в рамках региона это немного. Подготовка квалифицированных кадров для них и занялся ресурсный центр «Вера» – одна из старейших организаций некоммерческой отрасли в Белгородской области. За 10 дней они обещают научить навыкам успешного введения своих проектов. Это и по социальному предпринимательству, это и по юридическим вопросам, и по социальному проектированию, и по методам и технологиям обучения взрослых. В занятиях принимают участие сертифицированные специалисты. Первый день в обучении мастер-класс по андрогогике или педагогике для взрослых провела тренер Международной организации труда Ольга Лунина. Мы постараемся дать нашим участникам навыки, которые позволят, собирая взрослую аудиторию в любой собственной сфере деятельности, побыстрее их познакомить друг с другом, оживить, и чтобы они там на гора выдавали какие-то красивые идеи. Марина Некрасова пришла на тренинг как раз за новыми идеями. Помимо работы в собственной некоммерческой организации, женщина активно помогает упаковывать проекты коллегам из Новооскольского округа. За последние три года местные НКО привлекли в копилку района порядка 70 миллионов рублей. Мы все понимаем, что за проектами будущее, и научиться правильно писать социальные проекты – это очень важно. Мы обучались, мы чему-то уже научились, у нас уже есть победы, и мы хотим научить членов своих организаций тоже принимать проектные деятельности, участие. Помимо работников ресурсных центров, навыкам ведения социально значимых проектов планируют научить и сотрудников районных администраций. Человек что-то умеет делать, но не может пока это реализовать, и мы поможем ему, так сказать, воплотить его мечту, чтобы он то, что может делать, делал за благо людей. Человеку нужно помочь. То, что он не умеет, мы подскажем. А сегодня вам подскажут. Сегодня нам подскажут, да. Такой круговорот наставничества не лишен практической пользы. Благодаря деятельности НКО в регион поступает дополнительное финансирование на социально значимые проекты. Развитие этой отрасли – одна из важнейших задач на сегодня. Если взять только фонд президентских грантов, то в год мы привлекаем 160-170 миллионов. Еще есть президентский фонд культурных инициатив. Там мы привлекаем примерно так же. Еще есть, конечно, поддержка у нас в регионе. В этом году это было 100 миллионов. В следующем году губернатор наш Вячеслав Владимирович сказал, что повышаем на 30 процентов. Также ресурсные центры безвозмездно предоставляют для нужд некоммерческих организаций помещения для ведения мероприятий и возможности использования имеющейся материальной базы. В Белгороде такой центр находится на Есенино-9. Необходимо написать заявление не менее чем за 5 календарных дней в администрацию города Белгорода для того, чтобы воспользоваться необходимой дату и время. Подробную информацию о работе и возможностях центра можно узнать по телефону. Никита Мигулин, Роман Юрин, Белгород Медиа.